Привет, YouTube, и я хочу вам признаться. Каждый день я активно использую нейросети. Создаю там картинки, видео, тексты, мучаю запросами, чат GPT и пробую новинки просто с какой-то безумной страстью. И знаете, я так задолбала свою команду, что они мне сказали «Кать, ну уже давай сними видео». А я подумала, а может целую полезную рубрику о том, как нейросети помогают в реальной жизни? Ведь, друзья, сейчас на наших глазах просто разворачивается целая новая невероятная технология. И лично мне все это безумно интересно. И если вам тоже это интересно, ставьте плюсик в комментариях. И вы меня, наверное, спросите, а как же так вообще получилось, что я оказалась в нейросетях? На самом деле все началось с малого. Я решила залезть в нейросети, ну так как о них часто говорят сейчас, и немножко покреативить. И вот смотрите, что получилось. Ну, например, если бы я решила запустить свой бренд косметики. Ребята, я потратила вот на эту всю красоту ровно 25 минут. Представляете? 10 минут у меня ушло на то, чтобы подготовить промт, то есть подходящий запрос. Еще 10 минут на то, чтобы посмотреть разные интересные вариации. И 5 минут прифотошопила свой логотип в базарте. Безусловно, это все, конечно же, сырой материал, но для начала, ну согласитесь, очень даже неплохо. И вот в этот момент я задалась вопросом, а что еще в жизни я могу упростить с помощью нейросетей? И именно с этим запросом я хочу создать рубрику про нейросети и технологии. И не только рассказывать вам какие-то свежие новости, но и пробовать нейросети на реальных задачах в своей жизни. Я очень надеюсь, что вы поддержите меня с этой рубрикой, и вам тоже будет так же увлекательно и, главное, полезно ее смотреть. Ну что ж, поехали. Ну и для затравки сегодня я хочу рассказать вам о том, как у меня получилось создать в мою новую квартиру офигенную интерьерную картину, как я за пару секунд сделала для ребенка раскраску по его запросу и нарисовала свою дочь в стиле Pixar. А еще создала крутой принт Sailor Moon себе на футболку. И все это я сделала буквально за день. И я считаю, что за прогрессом надо следить. Это помогает держать себя в тонусе, преуспеть в работе, не вестись на всякое мошенничество, упростить жизнь и не попасть в ситуацию, когда ваш ребенок просит хаги-ваги, а вы говорите ему, нет, не будешь ты есть эту дрянь. Ну вы поняли, да? У кого есть дети, я думаю, сейчас вы меня поняли. Ну и конечно, друзья, останется эта рубрика на канале, или же мне лучше спрятать ее в стол, решать только вам. Я очень волнуюсь и жду ваше решение в комментариях. Ну а чтобы вы сейчас, как и я, почувствовали технологический масштаб и погрузились в это, расскажу вам последние новости. Ну и конечно, друзья, все ссылочки на приложение, нейросети, которые я буду использовать в этом видео, про которое я буду рассказывать, я оставляю вам прямо здесь в описании под этим видео. Сможете перейти и тоже потестировать. Коротко о главном. На iOS вышло новое приложение Runway, с помощью которого можно легко обрабатывать свои видео. Вы только просто вот сейчас посмотрите, какие безумства можно сделать с помощью нее. Ну а нейросеть Durable умеет создавать персональный дизайн сайтов на основе типа вашего бизнеса, его названия и вашего места расположения. Достаточно предоставить ему эти данные, и сайт будет готов за считанные секунды. А как вам короткометражка от нейросетей? Сценарий о космосе написала нейросеть GPT-4, а видео сделала нейросеть Gen2. Выглядит, конечно, какой-то, знаете, арт-хаус, но пугает своей реалистичностью. Ну а тем временем пользователи в Твиттере уже согласны на восстание машин, если те будут за них общаться с родственниками в WhatsApp. Ну а я тоже на это согласна, если чат GPT будет общаться за меня в чатике нашей школы. А еще в Телеграме появился бот-нейросеть Mimosa. Он предлагает вам мемы, исходя из ваших вкусов и предпочтений. Мне кажется, здорово, в YouTube уже давно такое есть, пора, собственно, мемы апгрейтить. Ну а я там сижу, чтобы, если честно, понимать мемы ребят из команды. Только никому не говорите. Друзья, ну а если вам нужно найти какую-то информацию, и вы сомневаетесь в источниках, то добро пожаловать в Perluxity или Perluxity. Честно говоря, не знаю, как правильно произносится эта нейросеть, но она очень похожа на чат GPT, но в отличие от него она указывает источники, из которых берет информацию. А также после того, как нейросеть дает вам ответ, она предлагает сопутствующие вопросы для углубления в тему. И этой нейросетью я сейчас пользуюсь почти каждый день, потому что изучаю и логику, и риторику, и мне там очень комфортно. Поэтому советую как полезный инструмент для обучения. И это, друзья, я вам сейчас озвучила новости, которые просто вот появились за один день. И это капля в море. Представляете, сколько всего еще стоит попробовать и изучить. Но начну, наверное, с малого, с моих первых экспериментов. Ну а первой, конечно же, я попробовала одну из самых популярных сейчас нейросетей. Называется она Mid Journey. Для тех, кто в теме, эта нейронка вообще не открытие, ведь даже Сбербанк уже создал свою нейросеть. Но для понимания и для новичков это база. Итак, посмотрите на картину. Красиво. 1 сентября 2022 года в штате Колорадо на конкурсе изобразительного искусства победил художник по имени Джеймс Аллен с картиной «Пространственный театр оперы». Но рисовал он ее не сам. Оказалось, что художник несколько недель работал над своим изображением, но используя нейросеть Mid Journey. Он сгенерировал более 100 изображений в попытке достичь того результата, к которому он стремился. По итогу Джеймс Аллен пришел к 3 изображениям, которые его удовлетворили. После этого он выбрал одно самое лучшее на его вкус и лишь тогда представил его на выставке. Но откуда же взялась нейросеть Mid Journey? Наверняка это проект Илона Маска, либо Цукерберга, но нет. Mid Journey был создан в 2022 году молодым предпринимателем по имени Дэвид Хольц. На момент создания нейросети ему было всего 33 года, а в компании работало 10 человек. То есть нейросеть, которая потрясла весь мир и навела шуму во всех отраслях, была создана на коленке без гигантских вложений. Ну это же круто. Но что такое вообще нейросеть? Нейросети – это программы, которые построены по тем же принципам, по которым устроены биологические нейронные связи. В нейросетях программисты пытаются искусственно смоделировать процессы, протекающие в мозге человека. Но в отличие от простых вычислительных программ, нейросеть умеет обучаться и совершенствоваться. Соглашусь, звучит так, что скоро мы все будем не нужны. Идеальный мозг создан. Но таких мозгов много. Главным конкурентом Mid Journey является нейросеть Далли. Ее, кстати, разработала компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск. Также в эту компанию вкладывает деньги Майкрософт. Хотя это, вероятно, связано не столько с Далли, а как с другой разработкой этой компании – чатом GPT. Но про чат GPT мы с вами поговорим обязательно в следующем ролике, потому что тема очень обширная, объемная. И лично я на данный момент, наверное, 70% своего времени рабочего провожу в чате GPT, анализируя какую-то информацию, подбирая какую-то информацию. Короче, там такой простор для творчества, что просто можно с ума сойти. Но сейчас мы с вами вернемся все-таки в нейросеть с картинками и поймем, за что все так ее нахваливают. Итак, вот нейросеть создала изображение котика. Для этого пользователь ввел запрос. Маленький, милый, очаровательный, рыжий, полосатый котенок, студийный свет. На другом изображении мы видим дом в лесу. Запрос для этой картинки звучит так. Прекрасная эпоха, Рождество, красный домик в лесу, фотореализм, 8К. А вот пример поинтереснее. Тут человек, создающий запрос, написал не только, что он именно хочет видеть на картинке, но еще и в стиле какого художника. Запрос звучит так. Девочки-близнецы и олененок в залитом лунным светом в снежном лесу Рэй Цезарь. Вот вам для сравнения работы самого Рэя Цезаря. Но как работает такая генерация? Каким образом нейросеть рисует изображения еще и в разных стилях, подражая известным художникам? Дело в том, что над этим изображением работает не одна нейросеть, а сразу несколько. Вот как работает, например, нейросеть Дали. Для начала была создана нейросеть Клип, которая обучалась смотреть на картинки и понимать, что на них изображено. Понадобились миллионы фото и описаний к ним, чтобы нейросеть научилась различать объекты, формы и стили. Сама же нейросеть Дали научилась понимать текст, введенный юзером, и подбирать подходящие картинки. А уже после на основе их создавать новое изображение. То есть технически искусственный интеллект не обладает фантазией. Кто-то даже может сказать, что нейросеть не создает ничего нового, а просто копирует то, что человек уже создал. Ладно, давайте проверим на практике, насколько хорошо рисуют нейросети. Итак, друзья, для того, чтобы воспользоваться нейросетью MidJourney, нам понадобится аккаунт в Дискорде и Воображение. Заходим в бот, открываем канал и видим строку ввода. Итак, быстро соглашаемся со всеми условиями нейросети и можем начинать. Чтобы запрос сработал, нужно ввести заветное слово через палочку Image, то есть представь. Выбираем в окошке слово Prompt, что переводится как подсказка. И вводим то, что хотим получить. Давайте попробуем запрос Девушка извиняется перед роботом. Ну вдруг будет восстание машины, а у меня уже как бы все готово. И внимание, вводить в сеть MidJourney нужно все на английском языке, потому что нейросеть русский язык понимает с трудом. Отправляем. Около минуты потребуется MidJourney, чтобы нарисовать нам картинку. Он, кстати, рисует сразу 4 варианта, из которых вы позже можете выбирать. Но учтите, у вас есть только 25 бесплатных генераций. К сожалению, дальше придется платить по 10 долларов в месяц. Однако, если вы из России, оплату произвести будет не так просто. Нужно будет использовать за небольшую дополнительную оплату сервис-проводник. Итак, внизу под каждой сгенерированной картинкой будут вот эти буквы. Если нажать V1, V2, V3 или V4, нейросеть генерирует тебе еще 4 изображения, которые будут похожи на тот вариант, который ты выберешь. Ну а если нажать U1, U2 и, например, U3 или U4, то MidJourney нарисует тебе выбранное изображение более детально. Итак, мне лично нравится, ну давайте, допустим, номер 2. Пожалуйста, вот вам и открытка с извинением роботу. А теперь ближе к жизни. Как вы знаете, недавно я делала ремонт, и моя большая стройка наконец-то подошла к концу. И вот я поняла, что у меня везде там белые стены, а так хочется каких-то классных интерьерных картин. Я уже думала звонить там знакомым художникам, дизайнерам, заказывать, рисовать, ждать. А потом такая села и думаю, а может быть мне самой попробовать нагенерировать что-нибудь, что именно я хочу. И я принялась креативить. Я не буду, конечно же, сейчас показывать вам все варианты, которые я там накреативила. Покажу, наверное, самый основной, от которого я прямо в диком восторге. Итак, мой запрос был такой. Ну, такие сумасшедшие запросы я делаю. Понятное дело, что вот к такому длинному запросу я, конечно же, пришла не сразу. Я играла с вариантами, но мне вот в итоге зашло вот это. Мне кажется, очень необычно, и главное, что отлично впишется в мой интерьер. Давайте еще что-нибудь попробуем. Как насчет сделать идеальную раскраску для ребенка? Вы просто представьте, что вы можете в играх со своим ребенком, например, придумать что-то такое экстра неординарное. И если вы ведете правильный запрос, сеть Миджорни может вам это нарисовать. Я решила спросить у Марка, что же он хочет, и вот что у нас получилось. Марк, хочешь, я тебе создам любую раскраску, которую ты только захочешь? Да. Ну, давай. Называй мне любого персонажа. Соник, что он делает? Бегает. Бегает где? Давай опишем. В городе. В каком? Давай в Нью-Йорке. В Москве. В Москве бегает? Да. Ага. Он прям бежит? Ты хочешь, чтобы у тебя была раскраска, где он прям бежит? Да, вот так бежит. На фоне Москвы? Да. Хорошо. Мама, а она будет на листочке? Да. Ну, я тебе сейчас ее покажу картинку, как я сделаю. Потом мы распечатаем и будем разукрашивать. Хорошо? Смотреть. Да. Точно? Да. Та-дам. Да. Фу. Ну, мама. А что фу-то? Потому что я не хочу такие мелкие детали рисовать. Не подумала. Я хотела просто на чистом фоне. Просто с Соника без Москвы? Да. А, ну так сделаем сейчас. Комар, готов смотреть? Да. Ну? Мам. Мам. Ни один из них не подходит. Я сдаюсь. Все. К сожалению, заказчик остался недоволен, но я обещаю доработать запрос и сделать все-таки идеального Соника. Но зато лично я осталась довольна принтом на футболку или толстовку, который я сделала. Я очень давно хотела стильно вписать на одежду мою любимую Сейлор Мун. Да, для тех, кто не знал, я обожаю этого персонажа. И вот, что у меня получилось. Вот в цвете, а вот в черно-белом исполнении. И со стрит-стайл моделями. Да, конечно, я вижу, что у Сейлор Мун есть небольшой трабл с рукой, но выглядит чертовски в моем стиле. Я бы лично надела такую толстовку, а вы... Кстати, кому понравится, принт оставлю тоже по ссылочке, сможете себе вкачать и распечататься. А еще я решила поиграться с фотографией Евы, своей маленькой дочери, и попросила нейросеть сделать ее в стиле Пиксар. Та-да, пожалуйста, лялечка в красном готова. Мне кажется, отличный подарок, если распечатать целую картину, а можно и просто залить это в соцсети. Ну а если бы я была очень ленивым тревел-блогером, который очень хочет путешествовать, но которому очень в лом летать, то я бы сделала вот так и без всех этих ваших фотошопов. Вот, пожалуйста, я в другой стороне, вид сзади. Ну, почти. В общем, вы поняли. Конечно же, не все функции у нейросети работают безупречно, хотя мне кажется лично, что это только вопрос времени. Ну что ж, друзья, что я вам могу сказать про нейросеть Миджорни? Это очень полезный инструмент, который однозначно развивает вашу креативность. Но ни одной Миджорни может похвастаться рынок нейросетей. Я уже упоминала сегодня сервис DALI от компании OpenAI. Технически данная нейросеть работает по схожим принципам. Здесь тоже есть строка ввода, чтобы описывать желаемую картинку и получать результат в виде четырех вариантов. Но в отличие от Миджорни, DALI умеет дорисовывать картинку. Давайте вместе разбираться, но важное уточнение. Для пользования в России обязательно включите VPN. Итак, что мы с вами сделаем? Давайте мы возьмем с вами популярную картину, ну, например, «Три богатыря». Да простит нас, Воснецов. И немного над ней поиздеваемся. Итак, вставляем картину в поисковую строку. А далее выбираем область, где нейросеть будет дорисовывать и описываем, что мы хотим. Ну, например, я хочу, чтобы, допустим, слева стоял замок Дракула. Вот, пожалуйста, он мне выдал аж четыре варианта того, какой замок тут может стоять. Они все довольно классные и аутентичные. Но мне по душе вот этот. Теперь, внимание, справа от них, допустим, будет стоять, ну, колесо обозрения. Ну, а почему бы нет? Ну, слева испугались, справа повеселились. И я решила ввести колесо обозрения из Диснейленда. И вот чудо, мне нарисовалось четыре варианта чудесных аттракционов. Так, а что по поводу неба? Ну, пускай будет воздушное шоу самолетов. Слева пускай падает метеорит, а справа летит дракон. Ну, а внизу у нас все будет очень просто. Отжимающийся качок, белый кролик с часами и ангелок, играющий на укулеле. Вот такая картина у меня получилась после всех экспериментов, друзья. Примерно так выглядел мой день рождения, когда я позвала друзей из разных компаний. А еще мне это напоминает сны при температуре при 40. В общем, не знаю, есть ли в этом какая-то практическая польза, но это однозначно весело. Всем рекомендую попробовать. Что далее, что Миджорни. Конечно, изображения не рисуют, ну, в привычном для нас с вами понимании. Правильнее сказать, что они их генерируют на основе тех изображений, которые они видели во времена обучения. Любая подобная нейросеть нарисует вам пейзаж любого крупного города в стиле Ван Гога. Искусственный интеллект видел множество картин художников и, конечно, научился делать похожие изображения. Но кто разрешал ему обучаться на этих картинах? Точно не Ван Гог. Да ладно там Ван Гог, а что насчет вообще живых художников? У них спрашивали разрешение. И вот что интересно, смотрите, в октябре 22 года художница-иллюстратор Холли Менгерт проснулась от имейла. Из него она узнала, что некто использует нейросеть Stable Diffusion, чтобы сгенерировать картинки в ее стиле. Вот для сравнения ее личные работы. А вот работы нейросети. Художницу данная новость не обрадовала. Журналистам она сказала, что это было как вторжение в ее личную жизнь. И разрешение она на это не дала бы. И я подумала, а может ли Холли подать в суд на создателей нейросети за то, что они без лицензии, без разрешения использовали ее работы для обучения нейросети? Думаю, вряд ли. В январе 2023 года несколько художников подали иск в суд с похожими обвинениями. Они утверждают, что нейросеть хранит в себе сжатые копии изображений, а потом регенерирует их между собой. Но обвинения этих художников ложны. Нейросети не хранят изображений. Все, что они знают, это математические закономерности, присущие тем или иным авторам. Все картины строятся с нуля. Нейросети обучаются на картинах, находящихся в свободном доступе. Интересно выходит, да? То есть нейросеть будущего в теории может посмотреть все мои видео и сделать аналогичное. А я не смогу подать в суд на плагиат. Придется делать видео максимально разнообразными, чтобы искусственный интеллект ничего не понял. А что если наоборот? Нейросеть помогла тебе создать свое произведение. Можно ли считать данную картинку, созданную в той же Миджорни, своей личной собственностью? В прошлом году художница и писательница Крис Каштанова заявила, что получила авторские права на написанный ей комикс. Изображения в котором были сгенерированы нейросетью Миджорни. Однако, увидев ее по соцсетях, Бюро по авторским правам США запросили у писательницы дополнительную информацию по ее произведению. И что вы думаете? В конце 2022 года они вынесли решение об отмене защиты авторских прав на иллюстрации Нобеллы. Все потому, что Миджорни генерирует картинки случайно. Да, он использует человеческий запрос как основу для рисунка. Но ты никогда не сможешь точно знать, что нарисует нейросеть. Таким образом, картинки получаются абсолютно случайным образом. И несмотря на то, что художница все же принимала участие в создании этих рисунков, авторские права ей вряд ли светят. У суда США пока не было подобных прецедентов. Поэтому они сравнили иллюстрации из комикса Каштановой с фото, сделанное обезьяной. Что одно, что второе не имеет полноценного человека-автора. А получилось по воле случая. Неясно абсолютно, какие элементы искусства нужно создавать осмысленно, а какие можно создавать с элементом случайности. Возьмем, к примеру, работы художника-экспрессиониста Джексона Поллока. Создавая свои произведения, он понимал, какой хочет видеть картину, но он не знал, куда именно упадет краска после того, как он ее капал на холст и встряхивал кистью. Получается, тут тоже присутствует рандом, а значит, нужно лишить эти картины авторских прав. И что считать искусством? Краску на холсте? Или идею, которую вкладывал в это художник? Непонятно. Кажется, в скором времени нас ждет немало судов между человеком и нейросетью. Может, уже пора даже создать нейросеть судью, которая будет решать подобные вопросы. Но что сегодня? А сегодня нейросети научились рисовать. То бы что ни говорил, друзья, но это факт. Дело только в том, что рисовать они могут лишь то, что запросит человек. С каждым днем искусственный интеллект становится все умнее. Многие задачи, которые раньше выполняли люди, уже выполняют нейросети. Стоит ли бояться дизайнерам и иллюстраторам, что у них отнимут работу? Я не знаю. Но когда на рубеже 19 и 20 века машины вытеснили работников завода, им на смену пришли люди, которые обслуживают эти самые машины. Так что, если рисовать вместо человека начнет только нейросеть, то, конечно, понадобятся специалисты, способные вводить наиболее четкие и конкретные промпты, и которые тоже имеют дизайнерское видение. Ну, конечно же, я еще не говорю про авторское право, которое, судя по всему, не защищает вашу работу, созданную с помощью нейросети. Я считаю, что здесь еще очень много вопросов, которые можно изучать. И если вам понравился ролик, то обязательно поделитесь этим в комментариях, и я сниму новый выпуск еще круче. Ну что ж, друзья, а я пойду готовить для вас новые ролики, пока и меня не заменила нейросеть.